МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Знакомьтесь, Александр Куреков, член Союза художников Подмосковья. 64-летний химкинский художник всю жизнь проработал инженером на заводе «Факел» и параллельно творил. Вот уже 40 лет он пишет картины. Центральное место его творчества занимает загадочный, причудливый и пугающий мир сюрреализма. Вдохновение Александр Куреков черпал из американских фильмов категории «трэш-ужасы» середины 20 века. Вот здесь одна из моих работ по мотивам работы в моем механическом цеху. Я был фрезеровщиком. Вот это как бы сон фрезеровщика. Работа очень такая утомительная. Этот гул навевает всякие мысли, в том числе и эротические. Следующая, это уже более поздняя работа, это «Вечерний город», где тоже пропитано все эротизмом, некой опасностью, некой вот такой ночной жизнью. Во-первых, это сюрреализм. Сюрреализм – это сверхреальность, где показаны как реальные предметы на фоне или в сочетании такой вымышленной и невозможной фантастической ситуации. А сделано это для того, чтобы именно подчеркнуть и усилить впечатление. Много объяснять не нужно, потому что каждый зритель в этом жанре должен испытывать свои собственные эмоции. Картина сделана недавно, в 1920 году. Тоже принцип невозможных геометрических фигур. И населен такими вот разнообразными персонажами. Вот эта центральная женщина, она неожиданно получилась такой кричащей. Я начал усиливать этот эффект, и вот получилась такая какая-то вот коронавирусная женщина. Это было как раз сделано во время первой волны коронавируса, и в мыслях был сам коронавирус. Вот она такая злобная, как коронавирус. Она источник наших бед, как бывает с женщинами. Ну, мне нравится создавать, как это делают наши фантасты, какие-то различные миры. Вот, например, картина вот эта по мотивам Александра Грина. Кстати, вот этот конь морской, это срисовано с одного здания в Замоскворечье, старинного, деревянного. Там действительно была такая резьба, на которой были вот эти кони, переходящие в моллюски. То есть это такой очень образ, пришедший к нам еще, наверное, с 19 века. Исследователь, так сказать, пришелец, инопланетянин. Что у него на столе? На столе порнографический журнал, человеческие кости. Вот это как бы по мотивам комиксов. Вот здесь одиночество. Ну, это вот одинокий персонаж среди вот этого мира, населенного вот этими, как сейчас, много этих торговых центров. Огромное количество вещей, людей и так далее. А человек чувствует себя одиноким. Вот я постарался это показать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok